здравствуйте дорогие друзья мы вновь с вами встречаемся на канале qw в роханской эпопеи с вами как всегда владимир у нас очередное видео посвященное борьбе рохана с изенгардом во вселенной толкина это у нас submod dac версии 1.2 на мод сиртейдж total wo для medival 2 total wo kingdoms и те кто смотрел предыдущие видео помнят какие какая здесь борьба развернулась вот на этом пятачке территории в результате которой теодену роханскому удалось взять изенгард и уничтожить белого мага сарумана который переметнулся на сторону тьмы но при этом сам теоден погиб в сражении под гуне и не ардом потому что сработали скрипты и в тыл ему подошел целый стек огромная армия отборных орков последующих боях мы эту армию измотали она по-прежнему сильна и противник пытается изенгард отбить вот здесь находится его отряд который изенгард осаждает он состоит из варгов и взять изенгард он не в состоянии там наш дипломат должен был вдалеке ходить вот здесь я его по-моему переместил сейчас он направляется на кширу и к дуны дай нам севера чтобы через их владения пройти заключить с ними союз по возможности торговлю и добраться до серых гавани эльфийских и гномов синий гор с которыми мы должны тоже союз заключить так ну и что я здесь пока делаю деньги у нас есть они еще должны подходить потому что большие потери армия понесла я здесь вот формирую новую армию для атаки противника вот этих вот ребят отправляем на переобучение нанять по моему здесь никого уже толкового нельзя лучников даже и не знаю стоит ли таких нанимать мы вот таких вот ребят лучше отправлю тоже на переобучение в хельмов упать надеюсь от них толку будет побольше хельминги наймутся только через шесть ходов два хода и три дальний бой нет не хочу я их нанимать буду пока обычную пехоту набирать что как лучников я думаю надо хельмингов применять использовать вот этих ребят переброс сюда тоже к основному театру военных действий далеко мы пока уйти не можем переместимся пока сюда и можно сделать сейчас во первых переобучить вот этих вот ребят назначить им переобучение а так провернуть такой хитрый маневр ну вот этих вот ребят кого можем вот вот значит я хочу посадить на бесплатное содержание вот сюда ну для того чтобы сэкономить деньги с одной стороны а с другой возможно заставить противника сагриться на этот форт потом нанеся им поражение двинуться и снять осаду с изенгарда я думаю что варги брать изенгард они не смогут конечно же что они все таки варги звери а нам это как-то поможет вот сюда в фольбург мы проведем грунтовые дороги это увеличит торговлю ненамного но самое главное увеличит нам даст нам новые возможности к перемещению и и я смотрю кого мы можем еще и что мы можем построить здесь нанимается всадники рухана застрельщики марки кстати можем еще один отрядик заказать поэтому наверное вот здесь вот в фольбурге я строительство отменю все таки или даже не в фольбурге а вот здесь это преждевременно закажем еще всадников дополнительный отряд всадники руха нам так строить мы больше ничего не можем толкового но здесь можем дугла стире торговлю заказать или подождать пока деньги на следующий ход нам придут дополнительные день будет лучше дороги закажем ну и армию до переобучим вот пока такой вариант у нас действия думаю возможен внушительные ребята я думаю смогут за себя постоять ну и давайте сдадим ход посмотрим на действия изенгарда тут нам показывают перемещение кланов и нэдвайта они от расширяются на севере лонд таур осаждаются вот ну это от нас далеко но если мы побьем изенгарда мы должны это сделать то вполне возможно эти ребята захотят с нами повоевать вот перемещение изенгарда очень занятно так ну и вот что мы имеем теперь во первых показывают нам то что у нас нанялось садники рухана это хорошо переобученные есть войска мы подросли по многим показателям в том числе и по производству не последнее скажем так и вот здесь такие в генеарде сидят у эсенгардцев войска и возникает вопрос а на нынешний момент генеард это столица вот взяв до этого столицу ордханг мы получили скриптовый стэк эсенгард а теперь если мы второй раз столицу возьмем это еще раз стэк сюда придет или нет эти ребята пока просто держат в осаде эсенгард у меня есть такая идея что нам бы не мешало бы вывести вот этих вот всех ребят из фольбурга с той целью чтобы атаковать столицу раз она пустая если мы возьмем генеард то возможно вот эти ребята с эсенгарда снимут осаду для того чтобы отбивать вот это поселение потому что эсенгард не будет иметь общий границ с другими ну их владениями таким образом мы им навяжем то сражение на которое они не рассчитывают здесь пока ребята не нанимаются давайте-ка попробуем так держать в осаде три хода мы можем сразу их атаковать никто у них не подымается вот так мы имеем полное превосходство по силам и сейчас наверное попробуем штурмовать их перед этим я хочу посмотреть кого и куда мы можем отправить вот этих вот ребяток я хочу сразу же подбросить поближе с той целью чтобы мы могли их использовать потом в последующих сражениях здесь пока ну застрельщики марки пока я их брать не хочу пока хочу всадников рохана использовать потом подумать стоит ли их использовать потому что помню что по обычному сюртейджу они мне не очень-то нравились баллиста нам не нужна эорлинги тоже здесь прирост закончился давайте-ка мы поднимем доход в эдарасе и заодно прирост добавим можно здесь снизить налоги потому что пока наша налоговая копилка показывает что все у нас очень даже неплохо в альбурге не мешало бы поднять население ну поспособствовать его росту скажем так давайте здесь тоже закажем угодья и здесь что-то я хотел такое любопытное построить казармы дозорных плюс к справедливости или давайте все-таки на прирост населения или торговли ну давайте пока торговлю вот так вот продвинем немножко здесь наш генерал прошелся через мятежные земли ну и может поставить для обозрения башенку и город Анадрид давно у нас ничего здесь не строилось можем тоже немножечко поднять нашу экономическую базу и даже пока приспустить налоги пускай население подрастет вот бюджет наш приходит в баланс пока на востоке противника не видно мы можем более смело шалить на западе здесь дипломат ищет 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 что с кем можно поговорить еще так ну я думаю попробуем теперь разобраться с генеардом что даст нам штурм ну соотношение 4 к 1 то есть мы молодцы здесь есть застрельщики с нага ополченцы у нас нет стрелков поэтому надо будет этих ребят как то вот умудряться громить без использования стрелков то есть наверное окружать заходить с разных сторон идемте на карту битвы и там посмотрим что у нас из этого получится итак готовы мы атаковать противника единственное вот у нас ребятки остались я их сюда сейчас тоже перемещу объединю с нашим главным генералом с нашим королем у нас 5 отрядов генеральской кавалерии телохранители арахерим вот здесь у нас идет группа копейщиков и группа топороносцев и меченосцев на центр наступать вот отсюда идут наступать вот эти вот ребятки копейщики и группа тоже тяжелых копейщиков рохана и меченосцев конница генеральская пойдет обходить вот по этому проходу и далее другой отряд вот по этому для того чтобы бить противнику в тыл ну а сейчас посмотрим как враг будет расположен что он решит нам предложить застрельщики застрельщики с нага стоят а ну где ребята вот эти вот ребятки эомер и его дружок они обойдут с этой стороны нам сейчас бы не мешало бы прежде всего нанести удары по тем ребятам вот вынести застрельщиков с нага попробовать так вот хирургически а дальше жизнь покажет подходим ближе в прямом противостоянии наша пехота может понести серьезные потери от вражеских генеральских отрядов уруков я этого несколько опасаюсь застрельщики бездействуют ну и застрельщики бездействуют ну и генерал врага стоит пока на отдыхе не осознавая своего счастья здесь кто ополченцы Дунландо да вот генеральский отряд решил что ему уже здесь делать нечего особо пускай ребята выходят сюда это на самом деле хорошо что они решили погулять собрались вот так вот что нам говорят о том что уруки себя хорошо чувствуют но я думаю что это ненадолго я единственно не вижу где ходит у противника застрельщики его нет мы его атаковать пока не будем у ребят победу показывают да так надо от уруков отойти в сторону нам наша задача тут не просто выиграть а желательно выиграть так чтобы понести минимум потерь ну ну и заодно потренировать нашего генерала чтобы он свою точку меча наш король проверил ну 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 противник зря сюда вышел в чисто полюшко Как бы он не был крут, его генерал Но ему не устоять Против даже нашей пехоты Которую поддерживают Так вот кавалерия Пошатнувшиеся Дорезаем И потом смотрим, кто там будет дальше Следующей жертвой Я даже не вижу, где Где, где, где Вражинка прячется Обессилившие топороносцы Ну вот и все, помахались и кирками И все, они не имеют рангов адекватных Ну когда же вы его убьете-то Друга нашего сердечного Где-то еще Один, наверное, пытается Скрыться И конечно же он будет добит Его будет голова отрублена Нашим новым королем Нет, не хочет Очень стойкий Даже во время бега Не погибает просто так Попробуем сейчас еще Куснуть врагам Понемногу Сейчас они поперезаряжают Здесь Наши противники Нет, так Стоп, 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 стоп Давайте Эомир Выходим 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 Так, как себя Застрельщики с ногой чувствуют Так Вынесли их немножко И вот Телохранители Пытаются Выйти На тропу Войны Да Ну ничего Пока На этом Их выход Заканчивается Торжественный Заканчивается Да Да-да-да Да, меня критиковали Там Других там Видео О том Что я не использую Специальные способности Вот сейчас думаю Что Ни об одной из них Я не забуду Все враги Получат По специальной Способностью По голове Хорошенько Такой вот геноцид Пятью отрядами Генералов Устраиваем Противников Ну пока По потерям Он Я понес Потери Один процент Копейщиков Мы здесь Тоже Выносим Потому что Ну Не могут Они Противостоять Нашему Генералитету Здесь добиваются Застрельщики Не пойму Один отряд Генерала Остался Только Телохранитель Рукхай Да Так Давайте-ка Выйдем На Ударную Позицию И Сейчас Мы этим Ребятам Покажем Гираки Зимуют Тут еще Добить Шестерых Копейщиков И потом Надо будет Заниматься Вот этими Вот Бравыми Ребятами Которые Конечно же Уже Непросты Все Молодцы Отход В сторону И теперь Выведем Гамлинга Вперед Где-то Тут Друг Гамлинг Ну Вышел Давай-ка Дружок Атакуем И И отсюда Еще Удар И Отсюда Со всех Сторон Силы Равны Да Кого-то Убили Из наших Ребят А ну-ка Еще Разок Еще Разок Еще Разок Так Так Противник Начинает Постепенно Выкашиваться Выходим 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 Из боя Еще Раз Дубль Два Поражение У противника Ну Прекрасно Наконец-таки Все Ну этих ребят Мы уже додавим Я надеюсь Уже Сколько Тут уже Трое Так Ну что Все молодцы Улички Зингард Получил Еще Один Щелчок По Особица Румана Жизнь Их Вообще Не Очень Хороша Вот И Заодно Наши Телохранители Тоже Подобрали Немножечко Себе Рангов И Выходим Стратегический Режим Так Генеард Наш Мы Занимаем Это поселение Прекрасно Ну и что Птицефирма Она по-моему Прироста влияния Не дает Только Прирост Населения Мы Здесь Сокращаем Количество Нашей публики Кто тут Может Наняться Крестьяне С топорами Ну и что Так Неплохо 44% Нашего Влияния Я хочу Вывести Основную Свою армию Отсюда Оставить здесь Отряд Копейщиков И стать Вот приблизительно Вот так Ну идея Какова Если эти ребята Развернутся Пойдут на Генеард То Тогда Мы придем Ему на помощь Либо они Вынуждены Будут Атаковать Наш Генеральский Вот этот Стэк Лишь бы Только не Появился Очередной Там Стэк Скриптового Подкрепления У противника Подкину сюда Сразу же Хельмингов Все таки И Вот этих Вот ребят Посажу В форт Вот приблизительно Так А теперь Думаю Можем Сдать Ход Поход Изенгарда Как и следовало Ожидать Эти ребята Снимаются С крепости Идут на Нас Или как Они идут На Штурм Так Это Интересно Значит Теперь Можем Внимательно Посмотреть Вот Во первых Наездники На Варгах Вот эти Ребята Я допустил Ошибку Надо было Больше Публики Оставить В крепости Хотя Тогда Возможно Они бы Нас Атаковали Напрямую Я надеюсь Что Вот эти Вооруженные Защитники Видите Тут есть Еще Скриптовое Подкрепление Они Немножко Сдержат Врага А нам Важно Варгов Перехватить Где-то В чистом Полюшке Истребить Так Чтоб Они Не Попали На наших Кавалеристов Ну Будем Смотреть В принципе Баланс Понятное Дело В нашу Пользу Но Есть Шанс У противника Раньше Овладеть Крепостью Компьютеру Не будем Передавать И Пойдемте На Карту Битвы Вот наши Ребята Стоят Здесь Вот там Он будет Ити Противник Наша Задача Сейчас Как-то Его Встретить В зависимости От того Как он Будет Выходить Возможно Вот так Вот как-то Вот стать Ну Люблю И остановиться Коробочкой Такое Тут А там Будет Видно Вопрос Откуда Выйдет Наше Подкрепление Подкрепление Наше Выходит Вон Оттуда Очень По-моему Удачно Так Если Их Поставить Стеной Щитов Это Будет Более Эффектно Вот Кстати Отпишитесь Относительно Этой Способности Кто Смотрит Видео Как Вы Считаете Стена Щитов Насколько Это Здорово Ох Прекрасно Варги Нет Всадники Думланда А дальше Варги Пойдут И это Тоже Хорошо У нас Есть шанс Перемолотить Вот этих Вот Ребят И Тогда Жизнь Наша Будет Значительно Легче Поехали Вперед Поскакали Вперед Да С варгами Не все Так просто Как хотелось Б Уражеский Полководец Погиб Ура Кто Это Идет Арбалетчики Урукхай Берем Ребяток Воборот Лучники Урукхай Это Кто Пикинеры Нет Пикинеры Нам Не Нужны А Это Наездники На Варгах Вот Это Уже Ситуация Похуже Будет Я надеюсь Что Варгова Не перемолотят Без нашей помощи Здесь Так Где тут Варгам Показывает Победу Здорово Смотрите Как они Грызут Пехоту Я Честно Говоря Ну Не то Чтобы Удивлен Если Мы продолжим Таким образом Мы Смажем Внимание Так Надеюсь Что С Варгами Здесь Ну От них Удержат По крайней Мере Здесь Позицию А мы Попробуем Зайти Сюда Это Кто Варги Отступают Да Уходим Ребятки Уходим И Ловим Этих Злодеев Наносим Удар В тыл Победа Над Варгами Вот Только Что Опасно Идут Ополченцы Дунланда Охотники За головами Охотник 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 Вперед, ребята. Заходим в центр. Орков громим. Ага, здесь у нас попадается наш парень. Вот этот вот под удар. Вперед. Давим, 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 давим. Охотников за головами. Орки бегут. Пехота урук хай. Это хуже. Подтягиваем ребят издалека. А что здесь? С кем они? С пикинерами связались? Я совсем забыл об этих ребятах. Ай-яй-яй. Здесь тоже идет погром врагам. Ну и что, если мы сейчас опрокинем, а мы должны этих охотников за головами опрокинуть в конце-то концов. обходим со всех сторон этих ребят. нам сейчас главное заставить их бежать. охотники за головами охотники за головами девять человек получают удар с этой стороны. И здесь у нас заходит кто? Заходит наш легендарный гамлинг. Это рано я ему дал команду, наверно. Заруба. С кем тут ребята схватились? Они схватились опять с этими пикинерами. Я все забываю о них. пехота урукхай. Кто-то побежал из наших ребят. Да, давай, давай. Вперед в бой. Все, руххайи сейчас должны побежать. Надо им дорогу освободить, чтобы они выскочили отсюда. Иначе они будут колбасить всех подряд тогда, когда это не надо. Кто тут убегает? Кто-то убегал, убегал, убегал. Орки-копейщики. Ну вот пусть этот друг поскачет к ним и их погромит немножко. Что здесь творится? Кто-то здесь тоже должен был убегать и не знаю, все, по-моему, приговорили того, кто убегал. А здесь идут пикинеры. Сейчас мы этих пикинеров запугаем нашими генералами, потому что все разбежались, у них мораль должна быть уже не настолько велика, как это было когда-то. Давайте-ка мы их сейчас наносящих упреждающий удар попробуем вот как-то вот так вот тут взбодрить нашими пошатнувшимися ополченцами. Ну? Расходимся, ребята, расходимся в разные стороны. Ого! Да! Зверские парни. Выпустить на них надо наших топороносцев и меченосцев вот этих вот всех. так, 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 генеральский отряд выходит. эомер тоже здесь зажимаем, ребят. Так, 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 и короля тоже, королю тут нечего делать абсолютно. героическая героическая смерть, это погиб генерал, который центр наш защищал. ну, их тут сейчас домолотят и так, в общем-то. победа. Ты смотри, какие твари. А ну-ка, 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 давайте-ка еще разок. Может, чардж на их подействует таким? хотя понятно, что пикинеры, но пока они тылом стоят к нам спиной, у нас есть шанс. И вот так еще добавим. Так, 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 уходим, уходим, друзья. Нет, не судьба вас, конница, и громить. Боже мой. Закрываем коробочку вот таким вот образом. Топороносцы орлингов, победа у мечников. у этих ребят победа. Добавляем скорости немножко. Наносят упреждающий удар. Накосят они здесь наших ребят, видимо-невидимо, но надо помнить, что еще еще пикинеры они тоже не новобранцы, они имеют ранги и ранги непростые. Там, по-моему, они или шестого, или пятого ранга, я уж не помню. Сейчас отряд топороносцев наш здесь ляжет. Подбросим вот этих вот ребят и еще отсюда. Так, эти ребята пусть выйдут из боя. Мечникам тоже здесь видно не судьба разобраться с этими монстрами. Да нет, ну понятно. Вопрос, сколько будут отбиваться вот эти вот друзья и сколько они при этом умудрятся еще. Вот, гарнизонные войска надо срочно. Я за них забыл. Они у нас абсолютно бесплатные. Так, ну, тут уже, я думаю, давайте я до конца битвы вырежу этот момент. Ну и вот, дорогие друзья, мы потеряли даже больше, чем потерял противник. А пикинеры оказались вообще зверями. Вот, что пооставалось от пехоты в узкой здесь давке, которая была тут с ними в этом бадании. То есть, по сути дела, вот этот отряд пикинеров, он показал здесь зверские результаты. Ну, телохранители, как всегда, молодцы, но против пикинеров не особо. Топороносцы, смотрите, потерь на Нейси на 7, потеряли 122. Ополчение тоже понесло бешеные потери во всех этих битвах. То есть, пехота, ну, такая, слабовастенькая. Больше годится на то, чтобы сдерживать противника, а надежда основная на конницу. Ну, как это урох, она вроде бы как и должно быть. Идемте на стратегическую карту. Ну, вот, предлагают нам выкуп. Не так уж там много. Обратите внимание, что пикинеры у Рукхай в плен попали только два человека. Хотя они были в окружении, ну, и стояли там, как, ну, я не знаю, кто. Кого набрали? Орков набрали больше всего в качестве пленных. Все прочие полегли в бою. Вот это значит моральный дух. В плен не сдаются. Но все равно мы их всех казним. Смотрим за дальнейшими передвижениями. Он, видно, что стек поредил два раза. Ну, и пока выйдем. Итак, смотрим. Помолвка нашего Теодреда, короля. Вот, надо запомнить. Это сын Теодена. В книге там, видно, только о нем говорят уже как о погибшем. Поэтому я так имя его не запомнил. предлагают нам попасть в земли Бри и Шира. Вот, где они, а наш дипломат где-то здесь по соседству ходит. Так, вот. Значит, пускай идет туда в том направлении, вот, куда-то, куда-то вот сюда. Да. Немножечко не туда его отправил, ладно. Я думаю, можно было более прямо пойти. Фольдбург, это прекрасно. Набор отряда завершен. Садники Рохана, конница нам нужна. Как вы понимаете, это задание. Армия наша опять просела, но просел и Изенгард тоже. Ну, какие тут у нас теперь могут быть ближайшие задачи. Надо, конечно, пополнить вот эти все войска. Здесь, как ни странно, ополчение в полном составе молодцы сидят. Вот у нас есть отряд конницы разведчиков в помощь. Вот эти вот друзья в помощь. что-то сюда надо будет гарнизоном посадить, конечно, в Фольдбург. Но надо снять осаду с Изенгарда. Туда надо будет выделить какие-то войска. При этом надо смотреть за перемещениями Изенгарда здесь вот в округе. Дерват теперь у них столица. Теперь возникает вопрос, то есть взяв Гуниард, Гуниард, который был столицей, дождусь ли я опять нового стека откуда-то оттуда там, я не знаю, скриптового. По логике наверное стек один, который дается за первую столицу, которая как историческая своя здесь должна быть. Но как знать. Ну все это я думаю, что мы узнаем уже в следующем видео. Вас всех я благодарю за внимание. кому нравится это прохождение, подписывайтесь на канал, кто не подписался. С вами был Владимир. Всего доброго. До скорых встреч.